Так вот, что касательно воды, происхождение, вкратце мы разобрали, что Дон и Данна — это искры духовного мира, которые, попав в материальный мир, не потеряли осознанность и смогли стать космическими управителями проявления сил числа Бога и химического элемента H2O. Космическое рождение инициировано числа Богом и также богами пространства, и также Ганапатаями, и также Тихонами, Тифонидой, и также рядом других богов, но главным их космическим отцом является число Бог. В рамках Земли здесь главными отцами является Землебог, с другой точки зрения главным отцом является Ра, и также и Бог пространства является отцом. В некоторых текстах даже опис и обс причислялись родителям Дон и Данны. Это не потому, что тексты сами себе противоречат, это потому, что за такие какие-то явления, правила их создавали многие личности, а не один кто-то. Как, допустим, современные программы. Билл Гейтс, он, как бы, теоретически главный отец Микрософта, хотя там еще куча отцов есть у разных программ Микрософта. Вам данных достаточно или как? А про детей их? Каких именно? Ну, яких именно? Ну, какие выполняют функции близкие до их? Такие, чтобы уже... Ну, это не на нашей планете. Не на нашей планете. Далеко. Ну, значит, тогда... У нас, как бы, на нашей планете такими прямыми детьми Донна и Данны это являются боги морей и боги, соответственно, рек, управители меньших каких-то объектов. А дочь боги, дочь боги нет? Ну, они здесь уже под совместным протекторатом. Это получается, с одной стороны и к Донну и Данне, и с другой стороны это к Перуну. Так, я помню, что там... Батьков.